привет мои дорогие сегодня у меня видео такое знаете не знаю ну вроде бы люди говорят да подписчики говорят что снимают такие видео но я и снимаю такие видео видео про декоративную косметику мои любимчики мои фавориты ну как таковых фаворитов у меня в косметике нет я не люблю краситься у меня много косметики но я не люблю краситься уход я люблю окраситься нет максимум что я окрашу себе ресницы помаду ну и делаю тон но в компании faberlic колья до блогер до снимаю для вас видео естественно что-то покупаю раньше когда работала ходила на работу я естественно окрасилась но я никогда вот так вот не красилась такой макияж не делала я же говорю максимум что я делаю то ресницы накрасила бровки там поправляла но это он создавала все больше ничего такого не делала но сейчас сколь я блогер надо соответствовать надо краситься я не мастер краситься я не профессионал я любитель так сказать многих конечно сама смотрю кто как красится еще у всех структура глаза разно да у всех лицо разное но я для себя выделила несколько ну будем так сказать в данный момент который у меня есть несколько товаров из декоративной косметики которые мне нравятся я вам буду говорить который прям совсем-совсем любовь а который нравится так себе но я меня здесь нет который нравится так себе принципе здесь у меня все что я выбрала так сказать любовь любовная да то что не нравится то что так себе я все-таки оставила ну не стала включать в общем давайте приступим сначала начнем с тона пудры в компании faberlic я попробовала всего лишь две вот эти новинки я имею ввиду который сейчас у нас наличие глэм тим до этого я брала тоже никакую пудру не выделяла когда у нас помните черная такая упаковка была вот эти такие типа бочонков что помады что пудры такие толстенькие неудачные упаковки были сейчас удачная упаковка для меня пудра нет любимчиков но я еще не пробовала не блер пудру не легкую увлажняющую пудру но пудра для меня служит не основой да она просто закрепляет именно тональный крем а тональный крем у меня в данный момент наличие стой он серу но серу и everyday вот три тональных крема баланс еще был вот этот с австралийским чайным деревом но мне тоже не сказать что нравился полосил из всех вот этих кремов я повспоминала и которые у меня есть наличие все-таки выделила вот этот вот крем но серу это увлажняющие вреды извините этот увлажняющий тональный крем но он увлажняет лицо и при этом не оставляет жирность сейчас он нам не нанесен лицо не жирная у меня кожа жирная комбинированная и нормальная он для нормальной сухой кожи но для моей кожи тоже подошел именно на летом и зимой кстати он подходит в оттенке у меня 64 15 30 миллилитров с spf 15 он здесь рекомендован для нормальной сухой кожи легкое тонирующее покрытие с натуральным финишем увлажняющие тональное средство для лица он вашу кожу увлажняет но не скрывает несовершенство у меня есть несовершенство но я с ними не борюсь чтобы их скрыть а вот то что вот он создать увлажнить да вот он способствует этому оттенок я сказала 64 15 это немножко с таким вот желтоватым подтоном но на моем лице вот как-то знаете румяно-розовый там хайлайтер получилось пудра до светлая получилось общее впечатление нормально в общем ставлю твердую пятерку пользуюсь им мне нравится давайте я вас watch сделаю много наносить не буду он вот такой вот видите у меня рука загорелая просто а я и выбрала зимой именно зимой мне было комфортно сейчас ну даже вот разнеся по руке он видите тон создает и все больше ничего не создает ничего особо не замазывает но мне особо это и не надо и запах здесь приятный запах приятный такой цветочный в общем люблю я девчонки сразу говорю в комментариях можете писать что вы любите что вы можете мне посоветовать может быть какой-то другой тональный крем у меня кожа жирно комбинированная нормально может быть что-то еще попробую дальше протон я сказала теперь мы будем хайлайтер да я еще не принесла бронзер сейчас скажу схожу за бронзером недавно она недавняя новинка да это бронзер aqua de portofino итальянская линейка до разработку сделано в италии он у меня сломался вот этот вот рефил он упал у меня у меня упал бронзер я испугалась что он у меня полностью разобьется нет просто выпал рефир рефил вообще пришел он хорошо приклеен все держалась косметичка даже по дал не разбился именно когда он упал он один вот он разбился очень мне понравился я его использую и как бронзер и как тени в общем для коррекции вашего лица плюс даже плюс как тени его надо приклеить вот он мне понравился это лимитированная коллекция но надолго его хватит я еще хочу отсюда взять хайлайтер если а достанется возьму по faberlic лайку здесь в общем мягкая текстура мягкая текстура именно такой знаете бронзер бронзер хороший именно вот наносить его хорошо на лицо видите как он блестящий он деликатный он ваше лицо хорошо скульптурирует плюс как тени его использовать тоже ставлю пятерочку тоже мне понравился дальше дальше для скульптурирования лица палеточка у нас вышла контур хайлайтер и румяна нравится мне эта палетка эта палетка получается универсально можно тоже и на тени и на лицо использовать мне нравится здесь и румяна и хайлайтер если вы не хотите вот такого вот свечения как у меня вот здесь вот хайлайтер именно вот такой вот деликатный я его могу тоже нанести вот он я его также могу нанести и на веки и на лицо здесь мне нравится румяна тоже они хорошо пигментированы как и хайлайтер но они очень деликатные это такого знаете вишневый что ли потом вот в общем как не вишневая а как моя пурпурный вот как моя кофточка вот наподобие вот он видите вот эти румяна классные контурингом я пользуюсь крайне мало у меня как сказать опыта нет и плюс нету меня знаете чего еще цвета лица такого вот мне кажется для загорелой кожи и на лицо которое у нас другого типажа то есть другого либо вот смуглый оливкового цвета лица вот этот вот контуринг подойдет я им тоже пытаюсь контурить я знаете как делаю я наношу сразу кистью для румян вот захватываю и румяна и контуринг румяна у меня получается суда а контуринг вот ниже идет тоже неплохо смотрится но этой палетка она для меня универсально на мне уже вторая представляете у меня закончился хайлайтер он у меня там уже остатки высыпались румяна уже немножко остались контуринг конечно побольше остался но он извините для меня не ходовой ну по крайней мере он неплохой он неплохой но вот я не могла не выделить ее потому что она моя самая любимая это палетка для контуринга лица дальше недавняя новинка дал текущего каталога я не знаю когда это видео будет в текущем каталоге в двенадцатом либо в тринадцатом но какая разница это в общем новинка это хайлайтер вот шампань во первых цвет обалденный во вторых граммов к классность 6434 артикул сейчас он на мне абсолютно вот вот здесь вот на скулах вот здесь на подбородке здесь в общем нанесет нанесен на базу под тени очень хорошо пигментированный цвет шикарный мягкие вы знаете я им имя уже активно им пользуюсь активно ложится все хорошо все замечательно вот он вот видите ну вот не сравни до либо вот этот вот хайлайтер либо вот этот вот вы знаете мне понравился я довольна как слон этого углу тоже глэм тем приходит тоже все в коробочке коробочки уже не стала вам показывать я половина выкинула коробочек вот такой вот обалденный хайлайтер я довольна им дальше румяна румяна конечно они очень хорошо пигментированные но мне нравятся такие румяна понимаете этот цвет пурпурный артикул 6409 они сейчас на мне я их нанесла дель ну постаралась деликатно нанести конечно переборщила потом пудра и немножко замазала так сказать сами румяна сатиновые не шиммерные не матовые а сатиновые вот они пурпурный оттенок вот этот вот полосочка посередине это хайлайтер она вот так вот смотрите как будто бежевая до белая вот так вот розовая вот этот вот оттенок розовый вот он есть такой натуральный он шиммерный хотели я смешиваю полностью вот так вот либо вот сначала вот это набираю потом вот этот и наношу оттенки все яркие смотрите ну пурпурный он и в африке пурпурный правильно же вот он яркий хороший кстати тоже под мою кофточку только поярче вот этот вот хайлайтер он уже с блеском идет с блеском идет я его рядом нанесу сразу и такой мне эти румяна тоже понравились тоже моя любовь вот рядом с тенями тенями сейчас одну минутку попробую перенести все таки видно вам будет не видно ну вот такие вот они вот шиммером тоже классные хотите поярче можете кстати их использовать и на глаза можете использовать и как румяна тоже классная палетка тоже мне нравится тоже полюбившиеся я пользовалась ими мало вот этими двумя новинками но уже оставим как остался у меня отзыв хороший о этих палетках дальше тени до тени я еще раз говорю я крайне редко тенями пользуюсь но из всего что у меня есть я все-таки всегда выделяла тени это вот такие вот золотом футляре сейчас они вроде бы приходят не в золоте а матовые да это запеченные тени ослепительный взгляд в оттенке 5624 это нежное чувство и 5621 оливковая нежность планирую как еще взять для заказа ну хотелось бы ну просто я редко тенями пользуюсь они мне будут лежать вообще тени обалденные тени обалденные они запеченные и блестящие шиммером мне нравятся такие оттенки все видите вот этот вот белый я активно пользуюсь он с перламутром розовый тоже немножко с перламутром вот это вот темный это посветлее вот этим посветлее я не пользуюсь мне как бы хватает вот этих вот ну которые я вам показала они твердые они ну хорошо наносятся но надолго вам хватит не знаю как вам перенести их куда сюда так что ли сделать и вот этот белый активно пользуюсь вот этими вот тенями светлыми не знаю будут вам видно не будет наверное нет неудачно я нанесла девчонки ну что я хотела сказать классные тени вот именно такие оттенки я люблю верно я не буду девочки переносить себе на руку или сейчас я за салфетками схожу так но я пришла стерла сейчас другие покажу вам вытру заодно это вот оливковая нежность вот тоже видите светлым оттенком пользуюсь активно здесь уже такой бежево светлый вот это идет изумрудный это идет как вы знаете именно оливковый а вот это серенький здесь я тоже одним оттенком слабо пользуюсь просто я не знаю в своем макияже когда я наношу куда вот эти два оттенка там светло-коричневый а здесь серый наносить очень надолго вам хватит их они я же говорю запеченный и поэтому расход минимальный я не знаю будут не будут их выводить каталога но вот еще планирую когда-нибудь взять хотя бы еще парочку теней до других оттенков вот так вот они на пальцы смотрится я переносить на руку не буду вот видите их можно кстати как влажным способом ну оба обе палетки нанести так вот сухим но девчонки реально сухим тоже ярко выглядит можно кстати еле-еле если сильно не давить чуть-чуть то можно такой знаете макияж без макияжа сделать вот такие вот оттенки они тоже все классные вот это вот оливковый серый изумрудный и вот этот вот светло-бежевый тоже довольно этой палеткой вот пока они есть потому что бывают по акции со скидка можно по лайку купить ну вот планирую я мне там понравилось сиреневые и тоже бежевое очарование что ли вот сирени сериями понравилось вот их планирую взять не знаю когда это случится потому что все вечно новинки выходят хочется новинки пробовать а вот боюсь что вот эти старинки уйдут и потом я останусь ни с чем так сказать с носом но что дальше дальше я хотела бы еще про другие тени сказать у меня в двух оттенках вот эти вот это жидкие тени стойкие в артикуле 5813 и 5783 аметистовый и жемчужный насколько я помню тоже они называются дизит диамот диамонт классные тени стойкие реально их стереть можно влажным влажной салфеткой но они только когда потрешь их а вот так вот допустим просто их вытереть не получится здесь спонжик все красиво их можно пальчиком нанести можно кисточка можно подводку сделать вот сейчас они на мне вот именно вот эти розовые аметистовые вот они классная тоже тени тоже меня устраивают довольно ими тоже в планирую еще когда-нибудь купить еще один оттенок хотя бы либо жемчужный либо платиновый либо и тот и другой посмотрю хорошие тени мне не нравятся девчонки особенно мне вот эти вот понравились жемчужные смотрите какие классные их я тоже наношу вот именно на подвижная века на все века я не наношу вот эти тени она подвижная да такие вот вот классный дальше не знаю выводят не выводят но постоянно на распродаже бывает вот это вот линейка которая спорт энд пляж водостойкая линейка по моему она коллекция прошлого или позапрошлого года но не суть важно их можно еще найти в каталоге я на распродаже хотела тоже розовый взять но розовых уже нету остались коричневый золотисто-коричневый и фиолетовый вот по моему вот эти вот три а и золотистый еще из 4 розового уже нет вот тоже классные это 57 79 и 56 57 артикулы фиолет первый самый попробовала в прошлом году еще взяла это фиолет но он такой знаете грязноватый на все века я его не наношу я его как подводку наношу и и вот затемняю бывает века очень классный оттенок такой знаете грязно-грязно-фиолетовый но имеется ввиду в классном плане знаете чего что он может хорошо затемнить нижние века и вот уголок глаза это вообще золотистый золотистый вообще еле-еле такой навеки видно он такой деликатный деликатное свечение вот видите его можно тоже на подвижное веком я на все века наношу она такой незаметно и деликатно тоже классный карандаш самый мягкий фиолетовый либо вот этот золотистый вот золотистый самый мягкий и они влагостойкие сейчас время пройдет посмотрим протестим насколько они влагостойкие насчет туши вообще в туши компании фабрик мне нравится бордовом футляре сама пока что любима но я ее давно уже не брала потому что столько новинок уход постоянно покупаешь постоянно пользуешься новинками и до старинок уже не доходят руки но я выделила все-таки из новинок для себя вот эти две туши это long strong артикул 5722 и вот эту вот мне понравилась синяя тушь водостойкая мне понравилась она в лонг стронге силиконовая кисточка я люблю силиконовые кисточки она удлиняющая она с такой вот маленькой кисточка с силиконовыми щетинками но самая кисточка силиконовая именно для таких ресниц как у меня когда нет ресниц на глазах да вот маленький таки то ну как короткие и редкие вот это тушь самый оптимальный вариант она мне уже подсыхает как бы я ее активно пользуюсь сейчас данный момент она мне на нижних ресничках вот это вот уж вот это синяя водостойка 5639 она у вас на глазах вот смотрите вот есть вот она синяя на мне это фибровая кисточка как ни странно я вообще негативно отношусь фибровой кисточки а вот эта фибровая кисточка и вот этот вот свет смотрите синий яркий он прям явно видно что на глазах у вас синяя тушь вот сейчас солнце не светит и видно а на солнышке так вообще синяя хорошо наносится разделяет ваши ресницы делает взгляд такой интересно мне нравится вообще туши цветные именно водостойка только снимать можно если вот long strong можно любой мицеллярной водой либо там я не за водой простой то вот это вот уже вы не смойте просто так мицеллярной водой вам нужно будет как она называется то двухфазное средство которое вот с маслом она все вот наши двухфазное средство то но снимает как раз водостойку тушь тоже этой тушью довольно претензий нет но и остались у меня помады помады мне нравятся из четырех линеек и выбрала я для себя вот четыре линейки на первом месте до сих пор у меня помада hd color обожаю эту помаду прям вот обожаю за ее пигментированность пигментность яркую до пигментировать она пигментированная яркая но ее естественно нужно наносить с карандашом потому что без карандаша контур здесь четки нужен и у меня в двух оттенках почему так мало потому что ну я дома сижу не работаю зачем мне их набирать до артикул 40 208 артик артикул 40 203 тут фуксия и по моему затмение нюда куда вот это вот смотрите фуксия она видите вот такого именно цвета где стерта глянец вот где глянец стерт вот передается да вот такой фуксия него такого цвета как вот где глянец а именно вот такого это ярко пигментированная помада мягкая можно сказать стойкая вот она обалденный цвет на лето я вообще всегда ее использую здесь оформление самое лучшее оформление всех помад мне очень нравится это оформление вот такая вот помада вот она как бы вам пока вот так вот нет вот так вот вот такой вот цвет все равно вам делает ее бледнее вообще на самом деле но фуксия представляете ярко пигментированная помада и затмение нюда 40 203 я вам уже выговорила да это такой знаете мой цвет вот я люблю ты когда нюдовая помада переходящая теплый в рыжину переходит мне вот идут такие оттенки это на повседневку но тоже при этом смотрите она мягкая хорошо пигментированная довольна я этими помадами что хочу сказать молодец компания faberlic выпускает выпустила такие помады там все оттенки вырви глаз ну вот даже вот этот вот нюдовый который вот затмение нюдо да и тот он ярко насыщенный следующая помада у меня в любимчик а тоже недавняя новинка такие справ не ожидала что она мне будут в любимчиках ну вот оказалось так 40 946 девчонки я каком-то видео говорила что это постельно-розовым там написано с розой связано что-то что-то с розой связано но артикул я сказала это матовая стойкая помада она с именно стойкая ее наносишь и можете спокойно покушать попить она не размазывается на в складке не забиваются она у нее хоть и матовый финиш на ваши губы она увлажняет не сушит и вот этим оттенком я очень довольна кстати вот видите подходит а под мою кофточку хорошо наносится прям мягко хорошо вот она ну вот смотрите вот этот вот ярко пигментированный и вот этот хоть хоть и это стойкая матовая до помада но вот этот hd color перебивает и у него вот кремовая все-таки есть текстура вот видите когда наносишь вот на вот этом самом стике она такая кремовая запах обычно обычной помады так следом я не знаю что какие две между ними помады вот это тоже недавняя новинка в текущем каталоге либо я буду если размещать в тринадцатом то она была в прошлом каталоге до новинка мне понравилась эта помада это муд нюд вот так называется настроение нюдовая она абсолютно не стойкая она сейчас на мне вот это именно постельно малиновый у меня вот в этом цвете моя любимая она передает вам как коралл но она на самом деле в стеке не как постельно ну может быть это так и есть постельно-малиновый но передает как коралл она выглядит как матовая но вот здесь вот смотрите есть в стеке немножко такой кремовая текстура наносишь кремовая текстура и я можно наслаивать сколько хотите в губы не забивается как будто бы знаете кремом лежит на губах она ни в коем случае не пудра лежит не там матом вот именно кремовая текстура классно помада мне полюбилась мне понравилось и здесь очень приятный аромат аромат карамельки естественно стик тоже очень приятный на магнитике но если между hd color и муд нюд то мне нравится то мне нравится hd color футляр здесь футлярчик статил перламутрово такой знаете розово-бежевый что ли красивый ну и последняя моя любимая помада вот эта жидкоматова помада тоже кстати примерно одинаковый оттенок вот с кофты у меня так получилось очень хорошее нанесение вот она действительно ложится на губы прям мат мат сначала идет финиш вот такой вот блестящий через некоторое время она становится у вас на губах прям матовая ну мои губы она не подсушивает многих блогеров слушала что подсушивает но у всех видите губы разные формы группу разных текстура куб цвет губы всех все по-разному мне эта новинка нравится особенно мне понравился цвет кстати похожий цвет только вот это вот в холод уходит а это больше в тепло уходит артикул я вам говорила нет нет 40 462 цвет я не сейчас не скажу ну вот я артикул сказала она носится я просто сейчас не хочу ничего наносить потому что это мои любимые фавориты я не показывал вам про помады видео просто фавориты из декоративной косметики поэтому я не наношу ничего я просто вот наношу вам на руку вот смотрите вот этот вот оттенок постепенно он становится видишь видите матовым он стойкий если вы тонким нанесете слоем она прям вот особенно этот оттенок будет вот ну под мои губы по крайней мере он ложится хорошо немножко забивается в складки потому что это матово стой и стойка помада под маски вот хорошо носить она не размазывается кстати вот эту тоже можно под маску хорошо носить остальные две вот две линейки они особенно вот это hd color она очень хорошо размазывается вот это вот она смотря какой оттенок вы возьмете если там нюдовый совсем светлый то не видно будет что размажется а вот я яркий взяла он размазывается ну что я хочу сказать если бы я была знаете поклонницей декоративной косметики возможно я бы набирала больше и любви у меня было бы больше к этой косметики до декоративной мне больше я вот мне скажи с ними видео про уходовую любимую косметичку я сниму сразу а вот с этим я конечно помучилась походила по выбирала думала это нравится а это мне насколько нравится а это вот как и что по факту по факту как всегда хочу сказать что вот все что я вот в данный момент вам показала я этим активно пользуюсь мне это очень нравится все меня устраивает текстура аллергии нет мне нравится пигментации мне вообще нравится все пигментированно мне не нравится когда это все вот какой-то вот есть же вот такие вот тени допустим или помада губы дерешь прямо вот у меня были какие-то раньше помать тени тоже вот дерешь тушь вот помню у меня была тоже dior девчонки ну г г полнейшего первых мои ресницы не удлиняла не объем не создавала что-то красишь 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 и она уже приходит как будто подсушена мне такой эффект не нравится а здесь вот faberlic и линейка можно сказать но вот декоративка вся да не только директор декоративка и уход весь да вообще полностью faberlic конечно есть и дорогой что-то дороже что-то дешевле но методу это нормально адекватные цены для такой косметики косметика реально хорошая ну давайте с вами проверим вот эти вот тени сначала нас ну как сухим пальцем вот смотрите сухим пальцем разношу и как вкопанное все лежит вот вот и вот дальше эти тени следом фиолетовые тоже и вот эти вот золотистые тоже как вкопанные если вы конечно уже начнете на влажная салфетка вот как я сейчас делаю и тереть то конечно вы сможете это все но вот так вот вы ж тереть не будете да вот когда влага попадет у вас ну ты то вон видите с каким трудом я вытирают это я это все тру мне нравится водостойка косметика девчонки вообще очень нравится потому что во первых я потею мне комфортно когда нам не водостойкая косметика я не переживаю что у меня смоется что не смоется давно я имею ввиду от пота так дальше давайте с вами ну коль уже начали тут смывать ну вот эти вот hd color она не заявлена как стойкая но она и не стойка видите размазывается но пигмент оставляет на ваших губах следом вот это вот помада она заявлена как стойкая но она реально стойкая вот смотрите тру и вот она стоит к вкопанная вот это стойкая матовая помада давайте проверим она тоже она немножко всего лишь растирается вот но она у вас и на губах будут и вы все равно тереть то губы не будете и она у вас будет стойкая в общем в итоге получилось что я очень полюбила стойкие текстуры помад вот тушей ну а на лицо нет на лицо я не я люблю тональный крем стойкий все остальное нет все остальное я все-таки люблю когда она стирается сейчас стру вот смотрите фуксия да как бы вам показать помада в общем фуксия вот здесь вот было она оставила пигмент розовый вам наверное не видно в общем я вижу что она стала вот розовый пигмент вот такие у вас и губы розовые ну все девчонки с вами была людмила хамула делитесь в комментариях что вам нравится что не нравится что из этого понравится что я вам показала ну и все девчоночки мои всем пока с вами была людмила хамула